Здесь не хватает интерьерных решений, Тимур. Давайте еще, потому что все с листом такое, техногенное. Меньше серости, больше радости. Последние штрихи к оформлению физкультурно-оздоровительного комплекса. Глава округа Дмитрий Волошин вместе с депутатом Госдумы Ириной Родниной осматривает объект, который, кстати, будет носить имя самой знаменитой фигуристки. По пятибалле будет пятерка, я вам обещаю. Хорошо, можете на шестерку. Я к шестеркам привыкла. Будущий ФОК – это ледовая арена, бассейн на четыре дорожки, спортивные и тренажерные залы, места для занятия хореографией. Для спортсменов здесь уже созданы все условия. Комфортные раздевалки, медицинский кабинет, душевые и даже кафе, где они могут перекусить между тренировками. Одновременно могут заниматься 160 человек. История этого объекта достаточно долгая. Он строится уже, например, шести лет. Сейчас мы взялись уже основательно заключение муниципального контракта в октябре 2019 года. Вышли совместно с подрядчиком сюда на объект. Уже находимся на финише объекта. Работы строительные заканчиваются. Проблемных вопросов на сегодняшний день не осталось. Сроки строительства пришлось немного сдвинуть из-за пандемии, которая затормозила поставку оборудования из Италии. Но на сдачу объекта это не повлияет. В августе стройку планируют закончить, а уже в сентябре состоится торжественное открытие физкультурно-оздоровительного комплекса. Ксения Брагина, Дмитрий Бочаров. Новости Химки-ТВ.